Согласно теории эволюции Дарвина, человек произошел от обезьяноподобных предков, преобразовываясь и совершенствуясь в соответствии с окружающими условиями среды. За много миллионов лет человек постепенно научился держать вещи, ходить на ногах, а также развил речевой аппарат. Казалось бы, что человек в современном виде – это вершина эволюции. Однако эволюция продолжается постоянно, и люди непрерывно продолжают развиваться. В нашем сегодняшнем видео мы расскажем вам о 10 возможных путях дальнейшей эволюции человека в будущем. Погнали! Многие ученые полагают, что в скором будущем люди начнут смешиваться с машинами. Профессор исторического факультета Еврейского университета в Иерусалиме Юваль Харари считает, что в течение ближайших 200 лет человечество превратится в род богоподобных киборгов. Если вы считаете, что это слишком надумано, то вспомните, что уже сейчас многие люди используют кардиостимуляторы и киберпротезы, то есть человечество уже в настоящее время постепенно смешивается с машинами. В 2017 году известный предприниматель Илон Маск запустил стартап Neuralink, целью которого является соединение искусственного интеллекта с мозгом человека посредством компьютерных чипов. Не стоит забывать, что сейчас также активно развивается концепция трансгуманизма, в основе которой лежит связь между людьми и кибернетикой. Учитывая, что талантливые изобретатели постоянно создают все более и более крутые технологии, видимо, совсем скоро у нас будут встроенные в глаза чипы, как у Терминатора, а также встроенные в руки пулеметы, кто знает. Номер 9. Клювы Эта теория может показаться очень странной, но некоторые ученые полагают, что в будущем у людей могут появиться клювы. В 2013 году доктор Фрейзер из Шеффилдского университета обнаружил эволюционное сходство между человеческими зубами и клювом иглобрюха. Изначально у иглобрюха были зубы, как и у людей, но в конечном счете они превратились в один сильный клюв. Доктор Фрейзер считает, что то же самое произойдет с людьми. С одной стороны, клюв будет более крепким и практичным, нежели зубы, потому что он не сможет отколоться или выпасть. Клюв также будет более восприимчив к износу и сможет самостоятельно регенерироваться. С другой стороны, клюв на лице людей с будущего будет выглядеть не очень эстетично. Номер 8. Огромные глаза Мы любим нашу землю. Тут есть воздух, вода, фастфуды и так далее. В общем, что вы там любите? Но если мы собираемся выжить в ближайшие 100 тысяч лет, нам стоит начать искать другую планету для переселения. Ученый Николай Лам, который занимается исследованием и визуализацией людей будущего, предположил, что в результате путешествий по космосу зрение людей будет постепенно приспосабливаться к темноте. И через 100 тысяч лет у людей будут огромные глаза, такие как на этой картинке. Да, возможно, люди будущего выглядят как дети Стива Бушеми и Долгопята, но, вероятно, такие огромные глаза помогут нашим потомкам хорошо видеть в условиях низкой освещенности. Номер 7. Больше привлекательных девушек Есть хорошие и плохие новости. Хорошие новости в том, что ученые полагают, что девушки становятся все более привлекательными. Во-первых, привлекательность сама по себе связана с полезными диетами и гигиеной. Ведь люди выглядят лучше, если у них есть все зубы, они приятно пахнут и так далее, не так ли? Во-вторых, согласно исследованию Кельсинского университета, девушки становятся более привлекательными, не только благодаря вышеупомянутым факторам, но и благодаря генетике. Ученые провели исследования над двумя тысячами девушек и выяснили, что у традиционно более красивых девушек рождается на 16% больше детей. Красота таких девушек генетически передается их детям, что повышает среднюю привлекательность женского населения по всему миру. Поэтому уже через пару сотен лет превалирующее большинство девушек, вероятно, будут выглядеть как супермодели. Плохие же новости в том, что люди будущего, скорее всего, начнут размножаться лишь в пенсионном возрасте. Согласно ученому Каделлу Ласту и теории истории жизни, исторически возраст полового созревания всегда был прямо пропорционален продолжительности жизни. По прогнозам ученого, к 2050 году средняя продолжительность жизни людей достигнет 120 лет, поэтому большинство из них предпочтет размножаться лишь к 70 годам. Мышечная атрофия номер 6 Вне зависимости от того, что вам скажет какой-нибудь спортсмен в зале, жать 300 килограмм или поднимать гантели размером со свою голову – это не жизненно необходимое умение. Большие мышцы – это, конечно, круто, но современному человеку вовсе не нужна такая сила, которой обладают пауэрлифтеры. Ведь большинство людей все равно скорее станет, например, страховым агентом с тремя детьми, нежели Тором. Согласно эволюции, люди постепенно становятся слабее. В течение многих миллионов лет сформировалась тенденция, что выживает тот, кто может продолжить свой род. Может, это парадоксально, но это привело к тому, что у людей развивается мышление, но уменьшается мышечная масса. Учитывая то, что сейчас техника и машины могут выполнять за нас большинство работы, связанной с физическим трудом, на первый план выходят именно мозги, а не мускулы. Уменьшенный мозг Люди довольно умны. Конечно, иногда мы вытворяем полную дичь, но по сравнению с другими видами, существующими на Земле, мы просто гении. И хотя в это сложно поверить, за последние тысячелетия мозг человека уменьшился, а не вырос. Мозг человека рос на протяжении многих миллионов лет, однако в течение последних 20 тысяч лет он начал постепенно уменьшаться. За этот недолгий по эволюционным стандартам период наш мозг потерял в объеме примерно величину теннисного мяча. Первая причина заключается в том, что современные люди меньше своих предков. Вторая причина заключается в том, что наш мозг, а конкретно зона памяти, становится все менее эффективной из-за развития технологий. Помимо этого, из-за высокой плотности населения людям стало легче выживать, из-за чего снизился риск погибнуть от хищников. Поэтому мы можем сосредоточиться на общении друг с другом и не думать о том, как не быть съеденными дикими зверями. Мизинцы на ногах абсолютно бесполезны. Много миллионов лет назад, когда наши предки ползали и лазали по деревьям, мизинцы на ногах были очень важны для выживания. Но после того, как наши предки слезли с деревьев и постепенно приучились к прямохождению, мизинцы стали лишними, потому что весь вес распределяется на 4 пальца ноги. Поэтому в настоящее время мизинцы на ногах полезны только тем, кто любит, например, заниматься борьбой на пальцах ног. В защиту этой теории можно сказать, что за миллионы лет мизинцы на наших ногах постепенно стали совсем маленькими, коими являются и сейчас. Ученые-эволюционисты полагают, что в течение 500 тысяч лет ноги людей станут четырехпалами. Номер 3. Подклассы Те, кто читал книгу «Машина времени» Герберта Уэллса, знают, что в ней описывается рассказ викторианского ученого о его поездке. 802-701 год на «Машине времени». Путешественник обнаружил, что люди будущего во всем мире поделены на два подкласса. Умных, но слабых – Элуи, которые живут на поверхности Земли. Несильных, но глупых – Морлоков, которые живут под землей. Британский ученый-эволюционист Оливер Карри считает, что писатель Герберт Уэллс мог быть вполне прав. Его книга могла описывать вполне реальный потенциальный мир будущего. Карри считает, что современные люди становятся все более и более привередливыми в плане выбора своих партнеров. В конечном счете, это приведет к тому, что мир будет поделен на высшие и низшие классы. Члены высшего класса будут спариваться с членами высшего класса. И, соответственно, наоборот. В результате такого селективного размножения через много поколений появится высший класс с высокими, худыми, спортивными и умными людьми. А низший класс с глупыми, гоблиноподобными людьми. И самое главное, Карри полагает, что такое разделение произойдет гораздо раньше, а именно до 3000 года. Конечно, вряд ли произойдет разделение на подземный и наземный мир. Но тот факт, что Уэллс предположил похожую гипотезу в своем произведении, просто поразителен. Слабая иммунная система Когда мы простужаемся, нам помогает не только куриный бульон или горячий чай, но также наша иммунная система, которая всеми силами пытается поставить нас на ноги и вернуть в школу, университет или на работу. Именно поэтому иммунная система чрезвычайно важна для выживания. К несчастью, ученые полагают, что иммунитет человека с годами становится все слабее и слабее, поскольку в наше время мы больше полагаемся на таблетки и уколы, а не на внутренние силы организма. В результате, через несколько поколений иммунитет человека станет совсем слабым. Стоит опасаться, что однажды человечество может просто вымереть из-за неожиданного мощного патогена. Хорошие новости в том, что люди будущего будут более стойкими к диабету и заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Помимо этого, из-за частого потребления вредной пищи у людей будет выработана переносимость фастфуда, как когда-то наши предки выработали переносимость лактозы. Поэтому люди будущего смогут есть столько бургеров, сколько захотят. Главное – опасаться вирусов. Мировое население сплачивается все больше и больше с каждым днем. Если в 19 веке требовались месяцы, чтобы пересечь Америку, дрожа от холода в карете, то сегодня мы можем без труда слететь в любую другую страну, чтобы провести, например, там выходные. Это приводит к тому, что общество становится все более мультикультурным. Многие из нас все чаще и чаще учатся, работают и отдыхают с иностранцами. Это также приводит к тому, что многие люди женятся и заводят детей от людей другой расы и национальности. Ученые полагают, что такая тенденция на межнациональные и межрасовые браки приведет к тому, что расы попросту нивелируются и исчезнут. По их прогнозам, человечество эволюционирует в один повсеместный этнос, представители которого будут внешне напоминать современных бразильцев и бразильянок. А каким вы видите человека будущего? Напишите свое мнение в комментариях, а также поставьте лайк под этим видео, если вам действительно было интересно. Не забывайте подписаться на канал и врубить колокольчик, чтобы не пропускать все самое свежее и крутое. Спасибо за просмотр, а также если у тебя есть время, зацени несколько предыдущих выпусков. Субтитры сделал DimaTorzok